друзья мы находимся на покер дом anniversary festival рядом со мной никита гайдук привет привет никита часто приезжает на наши серии мы общаемся вот впервые это делаем перед нашей камерой так что никита расскажи откуда во первых ты приехал ну я родом из архангельска приехал сюда около трех лет уже здесь проживаю с тех пор и посещаю казино играю в покер а как вдруг покер появился в жизни чем-то раньше занимался один из моих друзей приехал сюда поучаствовать получилось что занял призовое место и меня так как-то вдохновило я попробовал сам тоже в первый же свой турнир попал в призовую зону и все закрутилось понеслось я решил что буду в этом направлении развиваться но сейчас ты занимаешься только покером или еще чем-то нет до покера была музыка то есть я диджей увлекаюсь музыкой периодически играю в заведениях сочи да в сочи что ты играешь электронную музыку различных направлений в зависимости от формата мероприятия и это тоже да но все-таки поговорим о покере ты мне говорил что каждый день ты проводишь 8 часов за покером вот расскажи что это за 8 часов там ты играешь или это ты учишься и расскажи про ту самую новогоднюю ночь когда ты вдохновился бэйби шарком я думаю у любого игрока который стремится развиваться какое-то комбинированное времяпророждение то есть там какую-то часть занимает теория какую-то часть практика ну да в среднем это там когда 6 когда 8 когда 10 то есть в зависимости от настроения то есть ситуации и что касается новогодней ночи это вот было буквально в прошлом году то есть я уже грубо говоря был на этом пути получилось так что кое-какие моменты были у меня по здоровью мне пришлось оказаться в москве именно в новогодние праздники начинается новогоднюю ночь то есть я был привязан грубо говоря квартире мне нельзя было нигде веселиться как со всеми и я решил ну не буду время тратить зря и поиграю в покер и вот в этот момент как раз новогоднюю ночь я встречался за покерными столами и параллельно мне попался канал как раз вот андрея baby shark и то есть тех пор я увидел какую цель он себе поставил куда в ту самую ночь за не перебив ту самую ночь андрей как рассказал что он начинает марафон и за один год из 10 долларов поднимается до 10 до 100 тысяч долларов у него было до 10 но когда он там поймал определенную волну он решил пойти дальше и то есть меня ну то есть я постоянно за этим следил мне это как-то вдохновляло плюс на его стримах и на каких-то интервью он приглашала людей которые также но обычные люди которые просто захотели в этом направлении двигаться развиваться и то есть посредством каких-то усилий и желания то есть они приходили к цели то есть я понимаю что каждому под силам и я думаю что все возможно слышали недавно мы с александр и снимали интервью с baby shark am и мне честно могу сказать до этого я была не в курсе всех дел вокруг андрея вокруг вот этой нашумевший темы на джипси тим и мне андрей безумно понравился он классный приятный очень собеседник и когда мы опубликовали видео я была в шоке как много негатива вывелось там 150 комментариев которые опускают андрея и иногда там и мне перепадает что отстрелите и нога зачем она сделала интервью с этим человеком но кстати мое отношение к андрею не изменилось потому что я сижу по своему личному опыту общения для тебя как это все тема на джипси тим с андреем что она в тебя вызвала зачастую по своей природе люди наделены очень многими негативными качествами то есть где-то злые где-то там неадекватно или еще что-то и то есть поэтому может быть это и происходит у меня отношение к нему ни капли не изменилось за исключением только того что он как мне кажется этой теме слишком много уделил внимание и не стоит на это просто тратить время то есть он делает свое дело правильно качественно полезно то есть это идет в любом случае на пользу там людям свойственно ошибаться главное что он признал свои ошибки в принципе и двигается дальше и я что касается там опять же тех людей которые я даже вот не вижу смысла их обсуждать это как бы их проблема согласна никита я знаю что у тебя есть очень интересный аспект в следующем году ты свою дочку забираешь из школы и переводить а сколько лет 10 лет если это забираешь ее школы переводишь на домашнее обучение это удивительно для меня по крайней мере думаю для большинства из тех кто будет смотреть это интервью как ты принял такое решение и почему ну во первых потому что элементарно вот за эти там четыре класса обучения то есть я всегда на контроле держу этот процесс и то есть вот даже выполняя с ней совместно домашние задания я анализируя всю программу понимаю что программа все становится хуже и хуже нежели там допустим было в наши школьные годы и я за эффективное какое-то обучение и сторонник рационального использования времени и считаю что детям надо тоже это прививать и то есть и они должны понимать что время нужно тратить с пользой и как бы эффективно еще раз повторю и вот что касается дистанционного обучения прекрасно понимаю что во первых там можно сделать упор на какие-то точечно найти нужные направления которые будут конкретно более так скажем качественно развивать личность да и то есть и то есть соответственный человек будет в дальнейшем более полезен обществу и то есть и очень много свободного времени появится для того чтобы соответственно там не тратить элементарно там даже в условиях сочи не говоря уж о москве очень много времени тратиться там на дорогу туда и обратно ну зачем это делать ты можешь рассказать примерно вот как будет выглядеть учебный процесс с твоей дочери с сентября чему ты будешь ее учить и кто кто вообще будет учить это практика давно применяется то есть она не новая просто как-то у нас все-таки это наверное не бесплатно именно поэтому что все таки не каждый у нас наше стране может позволить себе это обучение хотя это в принципе не так дорого как казалось сколько это в месяц до 10 тысяч можно укладываться и сама это главное что можно убрать лишнее и именно изучать только то что нужно тебе и но все равно в дальнейшем там также тебе придется там я не помню как точно сейчас это называется там на в девятом и в единственном классе ну там что-то типа егэ тебе придется посетить в школу там я так полагаю школа будет по моему московская там нужно два раза за все обучение посетите все дипломы получаешь все то же самое да но я считаю что обучение будет намного качественнее и у меня немного даже еще другая идея я все-таки хочу не до девятого не до 11 чтобы она училась хочу чтобы часть она отучилась с упора на английский язык сейчас вот именно дистанционно возможно потом также дистанционной перевестись уже может дальше может куда-то даже в европейскую или какую-то ну другую школу потому что мне бы хотелось чтобы она высшее образование получала где-то в другой стороне не патриотично не патриотично согласен но опять же это не ко мне вопрос это вопрос к тем кто занимается образованием нашей стране то есть не просто же так у меня такое решение в общем никита спасибо большое за интервью было классно интересно с тобой пообщаться я думаю вызовет это обсуждение твой подход к образованию резонансно так что мы желаем тебе удачи на этой серии на всех дальнейших и продолжаем вещание с покердом anniversary festival всем пока а